МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, вас поздравить, что ваша команда вошла в Лигу чемпионов. Расскажите об этом поподробнее. Что теперь ждет Рязань? Да, это очень большое событие для спорта Рязани. Потому что Лига чемпионов – это лучший клубный турнир Европы. И надо понимать, что туда стремится любой клуб футбольный попасть в Лигу. Эта задача для любого клуба – это буквально вершина спортивного мастерства – участвовать в Лиге чемпионов. И когда я была на жеребьевке неделю назад, которая проходит традиционно в Швейцарии, в городке Ньон, там штаб-квартиру Ефа, это зрелище просто пробирало до мурашек. Особенно, когда на экране перед жеребьевкой была заставка, и на ней показывали эмблемы клубов и фоном, ну, какие-то достопримечательности города. И вот когда ты видишь эмблему твоего клуба – Рязань ВДВ, в штаб-квартире УЕФА, на фоне Рязанского Кремля, по соседству с такими клубами, как Барселона, Манчестер Юнайтед, Бавария, Леон, это просто тебя не может оставить равнодушным, прям до слез это. Оставляет такое впечатление. И вот мы среди этих клубов оказались в раунде 32. То есть это одна 16-я Лиги чемпионов, зона плей-офф, где участвуют 32 команды. Нужно сказать, что напрямую в плей-офф попадает по рейтингу только 20 команд, остальные добираются по результатам группового этапа. И вот Рязань ВДВ вместе с пермской звездой попали по рейтингу напрямую. То есть от нашей страны два клуба, две команды играют сразу в зоне плей-офф Лиги чемпионов. Это, конечно, очень почетно. Мы ждали с нетерпением соперника. В момент жеребьевки сначала достается шар из несейных команд. Рязань была не в числе сейных. Потом шар сейной команды. И вот представляете, достают, Рязань объявляют по-английски, Рязань, ВДВ, Россия, Раша. И ждем, какая же команда нам достается. Девушка, которая проводит жеребьевку, долго воет рукой в корзине и объявляет Швеция-Руссенгорд. То есть та же команда, которая приезжала к нам 4 года назад. Мы 4 года назад, сообщу зрителям, кто не знает, уже участвовали в Лиге чемпионов. И играли с этим же клубом. То есть сейчас у нас есть шанс на реванш. Тогда результаты были такие. Дома мы проиграли со счетом 1-3, а в Швеции проиграли 2-0. Но чтобы понимали наши зрители, Швеция – это страна, где женский футбол очень сильно развит. Вообще скандинавы очень сильны в женском футболе. У них много легионеров, в том числе и из Великобритании есть граждане. Клуб сильнейший по рейтингу в Европе пятый. То есть соперник нам достался очень сильный. Нам, конечно, хотелось, что греха таить, привезти в Рязань какое-нибудь громкое имя. Барселона, Леон, ПСЖ, чтобы людей заинтересовать еще больше. Ну вот достался, кто достался, судьба. Будем сражаться с ними, со шведами. Настрой какой? Боевой? Да, девчонки у нас все настроены по-боевому. Например, у нас вратарь – это девочка из сборной Украины. Из сборной Украины сейчас в отборочном цикле на чемпионат Европы женские. Обыграла сборную Швеции 1-0. То есть, в принципе, ничего невозможного нет. Как футболисты говорят, поле квадратное, прямоугольное, мяч круглый. Все возможно. Так что будем сражаться. Без боя не сдадимся, это точно. По крайней мере, хороший футбол постараемся показать. Скажите, пожалуйста, получается, что… Вот давайте зрителям немножечко разъясним, что вот эта сборная приедет к нам в Рязань, правильно? Это не сборная, это команда, это клуб, да, команда «Русенгорд» из города Мальмё, Швеция, да, приезжает к нам. Игра будет 12 сентября на стадионе ЦСКА, Центральный спортивный комплекс, в 15 часов. Это рабочий день, среда. Ну, среда – это традиционный день Лиги чемпионов. К сожалению, мы не можем игру делать вечером после рабочего дня, потому что на стадионе ЦСКА не работают мачты освещения. И мы заложники этой ситуации. Дело в том, что у нашего клуба нет своего поля, то есть мы арендуем поле. Базируемся мы на стадионе «Спартак», «Олимпиец», но Лигу чемпионов будем играть на ЦСКА, потому что требования очень жесткие к стадиону. Если искусственное поле, как на «Спартаке», то там должен быть подогрев, иначе УФА запрещает играть. Без подогрева можно играть только на траве, на натуральном покрытии. Этому соответствует поле стадиона ЦСКА. Но там нет освещения, поэтому играем днем, в 15 часов. Это осложнит задачу прийти на стадион многим желающим. Но, тем не менее, мы ждем, очень ждем болельщиков. Может быть, работодатели пойдут навстречу, отпустят людей. Тем более, что вход мы планируем. Вчера на совещании в министерстве определили, что вход будет свободный. Мы решили, что выручка за билеты не стоит той радости, которую мы доставим людям. Тем более, что так получилось. Это год чемпионата мира, но в Рязани не игрались игры чемпионата мира. И немножко мы на обочине праздника оказались. Лига чемпионов – это хоть небольшая, но компенсация людям. Потому что это футбол высшего уровня. Есть такое выражение «нет пророк в своем отечестве». Нам кажется многим, ну и что подумаешь, Рязани ВДВ играет в Лиге чемпионов. Но вы представьте, сколько желающих там играть. Сейчас, я думаю, мы поговорим о составе чемпионата высшего дивизиона. Какие там играют клубы, с какими бюджетами. И все стремятся в Лигу чемпионов. Но вот попали мы. И это действительно большое событие. Поэтому всех еще раз, пожалуйста, приглашаем в 15 часов 12 сентября. Прийти на стадион ЦСКА, привезти детей. Посмотрите. Это будет играть гимн Лиги чемпионов. Представляете, там флаги Лиги чемпионов, флаги УИФА. Вы посмотрите на больших мастеров европейского уровня. Хотя я общалась со спортивным директором Русингорода. Тереза ее зовут. Очень милая, скажем так, женщина. В прошлом футболиста. И, кстати, в 2014 году она у нас играла как капитан с нами за Русингород. То есть она была игроком. А сейчас она закончила карьеру и спортивный директор. Мы с ней перекинулись парой фраз по поводу состава клуба. Она сказала, что в Русингороде произошло обновление, смена поколений. То есть много новых молодых игроков. Клуб немного слабее, чем в прошлый раз. Но надо сказать, что и у нас практически другой состав команды сейчас. По сравнению с четырехлетней давностью. Так что посмотрим, как в обновленных составах будут клубы между собой соперничать. То есть шансы равны, да? Шансы, но не то чтобы равны, но есть некоторые шансы. Потому что в прошлый раз там играла Марта. Это пятикратный обладатель золотого мяча. Представляете? То есть высочайшего уровня европейского футболистка. Сейчас она играет в Америке. Ее нет. Может быть, без нее удастся сломить их сопротивление. Но в любом случае это просто будет красивый футбол, я думаю. И для наших девочек это большая наука соперничать с такими грандами европейского футбола. Светлана Рудольфовна, давайте мы не будем с вами в долгих ящиках откладывать. Вопрос о тех командах, которые будут принимать участие, которые боролись для того, чтобы попасть в эту Лигу чемпионов. Лигу чемпионов, да, и продолжают бороться. Чемпионат России по высшему дивизиону включает в себя 8 команд на сегодняшний день. Это московские команды, такие как ЦСКА, Локомотив, Чертаново. Это Пермская звезда, кстати, действующий чемпион России на сегодняшний момент. Это Кубаночка традиционная, краснодарская команда, в которой много лет тоже участвует. Это Красноярский Енисей. Ну, все знают, сейчас мужская команда Енисей вышла в премьер-лигу, играет. И дебютант высшего дивизиона Ижевская торпеда. Хочу сказать, что состав очень равнозначный в Рязани, наш клуб, это, конечно, флагман спорта, я считаю. То есть это по объективным показателям. Не зря, когда было награждение девочек серебряными медалями в правительстве, зампредседателя правительства Лариса Анатольевна Кархалева сказала, что мы самый эффективный клуб в Рязани по показателям. Ну, наверное, не только по эффективности, вообще девочки, наверное, самородки, потому что, как вы сказали, несмотря на высочайшую конкуренцию, просто колоссальную какую-то, показывать такие серьезные результаты. Да, девочки у нас все профессионалы высокого уровня. Постоянно муссируется вопрос, что где ваши воспитанники, почему мало воспитанников. И в прессе уже, наверное, несколько раз, может быть, уже тем, кто следит, надоело читать, что у нас сейчас в команде высшего дивизиона играет две наших воспитанницы. Это Елизавета Лазарева и Анастасия Фетисова. Лиза Лазарева начинала в «Золотых куполах» у Виктора Васильевича Исаакина, Виталия Викторовича Федулова. Им спасибо за ее изначальную подготовку. Они в молодежную сборную входят, России, и это наше будущее, я считаю. Вот это чисто наши воспитанницы. Нужно понимать, что на таком уровне, чтобы попасть в команду мастеров, это может быть из тысячи одна-две девочки. И чтобы иметь своих воспитанников, нужно иметь большое количество детей. То есть под собой иметь детские школы, базу. Вот мы про Чертанова сказали. Ну что такое Чертанова? Это академия, где есть интернат. Они в интернат собирают со всей страны самых талантливых девочек. Ну и мальчиков тоже, про женский футбол когда говорят. С 10 лет живут в интернате. Представляете, с 10 лет занимаются их техникой, тактикой. Все, они полностью посвящают себя футболу. У нас нет таких условий. Мы даже из районов детей не можем в Рязань забрать, где они будут жить. И вот у нас есть тренеры, и тренируются девчонки в Чучково, Волневске. Тренерам, конечно, большое спасибо за их самоотверженный труд. Но там и уровень тренерского мастерства все равно не соответствует, конечно же, подготовке к команде мастеров. В Воронеже, где женский футбол фактически похоронен, хотя у них была прекрасная база. Из Красноярска есть, из Азова, из Дончанки пришли. Это лучшие футболистки. И, кстати, есть такая программа, которая анализирует действия футболисток во время игры на поле. Она называется «Инстант». Мы ее все время, естественно, просматриваем после каждого матча. Там оценивается, сколько положительных технико-тактических действий сделал футболист, сколько точных передач, сколько выигранных единоборств. У нас шесть девочек, лучшие по России, по всем показателям, на своих позициях. Вот я их могу назвать, этих девочек. Это вратарь, во-первых, наш, Катя Самсон. Представляете, за 10 туров она пропустила всего два мяча свои ворота. То есть у нее высочайший показатель, именно как у вратаря. Среди защитников это Надя Калтакова, это Аня Беломыцева, это Оксана Еремеева и нападающая наша, конечно, Лена Данилова. То есть наши девочки, да, и среди опорников Аня Синютина, это стражила команда, она долго в команде, это лучшие футболистки России. Конечно, мы гордимся этим. Это действительно очень такой серьезный результат. Да, серьезный результат, и нужно сказать, большая заслуга тренера в этом есть. У нас в этом году произошло серьезное обновление состава, 8 человек от нас ушло. Представляете, вот 8 человек, да, на поле 11, 8 ушло. По разным причинам, кто-то закончил с футболом, кто-то ушел на другой клуб, предложили лучшие условия. И тренеру пришлось из вновь пришедших футболисток лепить команду, команды взаимодействия. И, тем не менее, команда сейчас лидирует в чемпионате. Светлана Рудольфовна, к сожалению, программа наша подходит к концу. Давайте напомним нашим телезрителям, когда, где, с кем будет Лига чемпионов в этом году. Да, в этом году, 12 сентября, на стадионе ЦСКА в Рязани, в 15 часов, мы играем с командой Руссенгорд из Швеции. Ответ на игра у нас будет 26-го у них, в сентябре, через две недели. Ну, вот 12-го всех приглашаем. Мы позиционируем футбол как просмотр семейный. Тем более, это женский футбол, не такой все-таки жесткий, наверное, как мужской. Да, приходите с детьми, обязательно, воспитанники спортивных школ, приходите. Потому что посмотреть на мастерство таких футболистов просто необходимо. Спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали про команду, про такую игру. Будем держать кулачки за наших девочек и на чемпионате России, и на Лиге чемпионов. Желаем вам удачи. Спасибо большое. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Продолжение следует...